Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневный влогикам из Мэн. Сегодня у нас... Да, сегодня первый день наш на соках. Мы, короче, выпили сок. Я не знаю, по сколько, по 3,5 стакана у нас завтрак был. Каждому 1 литр 70 миллилитров. Прикиньте, это вообще немало сока. Мы ходили в магазин с добавкой, потому что у нас кончились огурцы, яблоки. Ну, яблоки там еще были, это на вечер мы взяли. Короче, в обед у нас смузи. Не будем говорить, из чего. Вы можете пройти в паблик внизу в описании, если вам интересно, в группу ВКонтакте и посмотреть. Сейчас, короче, выдвигаемся... Маффины продавать. Как-то в лоб сразу. Кто хочет маффины Алискими, обращайтесь. Я надеюсь, покупатель купит, а то нам придется слюни пускать на них, потому что в течение 3 дней никаких маффинов у нас. Да, на самом деле было странно их готовить. Обычно я всегда пробую, то есть всегда у меня 1-2 лишние, чтобы попробовать вкусно-невкусно. Если невкусно, ну, такого, правда, не было, но все равно. Вот. А тут я даже попробовать не могу, я не знаю, а вдруг они какие-нибудь... Не, нормально. Все же по рецепту. По рецепту бабушкины, прабабушкины дедушки. Такие типа, о-о-о, хоп-дог, хоп-дог. Помните, как сидели там с Темой, с Настей, с Ваней и вообще... Чай пили. Чай пили с Виталией. А сейчас мы не можем себе такого позволить, потому что мы на соках. Ладно, насидимся еще в Праге и где-нибудь еще. Да, Горош? Горош. Вот. Вам дневной стадиончик. Я не младен. Эй-эй-эй-эй-эй. Это мы сейчас одели... Так, подожди, Горош, 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 Горош. Гороша. Ой, не нравится. Не нравится ей, не нравится. Ну, она сейчас еще... Мы для вечерних... Ну-ка, фу, 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 Горош. Язык. Ага, язык-то вылазит. Мы, короче, для вечерних прогулок, потому что в темноте не видно, она может схватить все что угодно. Ну-ка, ну-ка, фу. Нет, ей сейчас вообще не нравится. Надо дома, чтобы поносила немножко. Наверное, наверное. Вот такое вот ошейник стоит 119 рублей или 111. Там два вида были. Один сеткой, другой вот такой. Мы решили взять вот этот, потому что он одного размера от сетки, он был с липучкой. Липучку Гороша могла запросто оторвать. Вот. Это у нас только для ночных прогулок, когда мы не видим вообще, что на полу валяется, чтобы она не схватила. А то вчера, помните. Мы ехали из дома на прогулку, зарядили с собой две банки смузи. У нас на обед смузи. Да, мы как бы на соках, но на соках это завтрак и ужин. А в обед мы решили все-таки будем смузи, там типа авокадо всякое такое, чтобы колораж добивать. В обед в основном это будет самый-самый такой... Самый калорийный. Вот. Ну и с жарами. Да, в конце этих трех дней мы, конечно же, скажем, сколько мы потратили. Ну, то есть, сколько стоит три дня посидеть на соках и смузи. Ну, в принципе, это все можно было на соках делать. Ну да. В принципе, и авокадо можно кинуть в высокую жималку, но отоплю. Ну да, можно вообще купить просто тупо самые дешевые яблоки и самую дешевую морковку. И сиди три дня на морковке с яблоками. Я, да, хотел сказать как раз, что мы не запаривались по бюджету в том плане, что там дешевле где-то брать, то, где-то это. Мы просто приходили в магазин и брали все. Не самое дешевое. Ну да. Слушаем на диске группу Yellow Cat. 26 градусов. И мы около горпарка. Сейчас пойдем прогуляемся по горпарку. Да? Да. А смузи-то вообще тяжел. Там просто по авокадо каждому. Каждому. Мы так, как бы, наверное, ни разу действительно не ели. Мы всегда авокадо делим на двоих. Угу. За день. Поэтому я выпил полбанки и уже такой, ааа, что-то я, блин, наелся. Оставил на потом. Смысл, в принципе, сейчас-то все. Впихать сразу все. Это... Крайпс или как там, я забыл? Как... Блин. Цыгане по-английски. Чипси. Крипси. Крип... Чипси. Чипси. Ну, чипси какие-то ходят. Тут-тут ходу. Я сразу вспомнила этого. Какого? Из Праги как раз. Эрик и как ее напишут? Так, да. Она же цыганка. Она говорила в каком-то влоге, что типа я это... Блин, такие клевые ребята веселые. Что к ней в школе там плохо относились, короче, и все такое. Ну, потому что вот она как раз... Блин, не помню, как на английском. Да, крипси. Крипси, наверное. Короче, ребята, блин, кто смотрел... А, не чешские, да? Угу. Чешских... Чешских пранкеров. Он же пранкер изначально как бы там мутил. Такие... Эрик Бразерс? Эрик Бразерс. Да, Эрик Бразерс, по-моему, что-то. Эрик Бразерс влог вот так назывался. Потом канал второй. Короче, веселый. Ребята. Мы, короче, решили прогуляться по улице Постовая. Подожди, это не Постовая. А что, Постовая написано? Постовая, Постовая. Вот. И она просто переходит в... Кубанскую набережную, можно сказать. Ну, я не знаю, что... Короче, в Олимп. В мост. В мост. Мы до моста дойдем, возможно. Уже до Затона, может, не пойдем. Погода такая прохладная, классная. Какими-то булочками пахнет. Эй, вы что, обалдели, что ли? Ну, специально здесь булочками травить. Библиотека, что ли? Да я тоже смотрю. Ну, там вот литературный... Да, библиотека написана. Там просто литературный музей до того был. Ой, я сейчас и крутанул. Вот. Погода кайфовала сегодня. Сегодня прохладно и прям... Прохладно. Как прохладно? Нет, утром было прохладно. Я когда с горохом гуляла, был прям дождь и вечер, и вообще как-то прям холодно. Я хотел сказать, что сегодня день рождения у бабушки моей, которая в Минске сегодня 79 лет. Вот звоню, поздравляю. Бабушка сказала, у нас прохладно, типа. Я говорю, а у вас как? Я говорю, да у нас тоже, говорю, похолодало. 25. Не, ну у нас-то 13 в Минске. Минск, ну че? Держитесь там. Лет все-таки. Лет все-таки. Да, да, да. мы короче решили ну как но закройся громко то решили съездить к лискиным родителям а то мы соскучились по дому посадочные талоны брони шмони все это нужно печатать потому что принтера у нас нет а вот были времена когда мы фотки всем печатали помнишь блин да продали рода мой шоткодать в эти часы папа перед смертью продал нам наверное выгоднее два маленьких чтобы почему ну да корки корки взвешивать арбузик берем короче еще их немало есть я уже что-то сегодня папе написал что у нас уже сезон закончится нет еще алиска борется с виндузом shift alt shift control все дела а в это время котейка нам тут рассказали про нее что она вообще своими днями торчит дома никуда не выходит видимо после того как мы покинули здание она решила отдохнуть так мне нужно позвонить и срочно подожди алло алло у меня беспроводной алло 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 почему вы молчите не молчите говорите о я вас слышу вы что-то мне говорите а ведь это был рабочий телефон когда алиска жила на лозу и никто не пользовался ну рабочий был он был подключен когда у вас был дома понятное дело был радиус на 50-то выглядит по самарским один самара привет пятьдесят лет третий на сегодня ингредиент нашей кухни это сок морковно-апельсиново чем нет морковно-яблочное сельдереевое апельсиновое думаю яблоки говорю апельсин сельдерей яблоко морковь но это не конец сегодняшних наших желудочных приключений у нас еще будет арбузик да алиска захотела арбуз потому что это как бы сок как бы смузи и как бы его можно жевать потому что мы арбуз порежем и будем ну то есть точить его то есть можно сделать из него смузи но глупо потому что там клетчатки не так уж много и которую распадается у нас на отсмотре 6 серия сериала узорк алиса строчит пост в нашу группу про три дня на соках вот насчет там активность не особая смотрю все зеваки пришли только либо все стесняются боятся три дня на соках посидеть а мы что-то прям плотно подсели на озорк очень уж интересный сериал к 6 серии обычно ну понимаешь либо сериал дерьмо либо он реально классный это умничает после села вот этот сериал оказался пока классным да и вообще очень непривычно видеть этого актера который в задержка в развитии не в комедийной роли а в серьезной хотя он и в комедийный у него клише такое то есть он как лесли нильсон ну нет то еще серьезней лесли нильсон как бы серьезный комик на а тут чувак он как бы в комедиях играл но при этом всегда был адекватным чуваком серьезным но вот в комедии а тут он адекватный серьезный еще и в каком-то триллере блин смотрите я лично первый раз вижу такой арбуз где корка такая вообще тоненькая просто в палец да почему-то на камере он оранжевый короче поселим и на сериал на этот озор вообще шестую серию досмотрели и такие типа блин я бы сейчас еще 7 но уже поздно я бы тоже посмотрела может в кровать посмотрим сначала с горошей сходим погуляем а еще мы потели на свои влаги да блин мы второй день подряд день как я сказал что по белорусски второй день подряд чё нормально это нормально все же знают короче мы смотрим влоги из омска когда мы приехали на два месяца пожить после краснодара в октябре октябрь-ноябрь это прям так ну это круто это круто но я сейчас вспоминаю и думаю вот мы с тобой больные на два месяца просто после тепла в холод в снег уехали сменили жестко климат ладно короче все ребят вам тоже предлагаем посмотреть эти влоги я сделал отдельный плейлист и здесь в подсказках вы можете их посмотреть забавно забавно мы там это был особый период для нас короче ладно все увидимся с вами завтра подписывайтесь на канал пишите свои комментарии оставайтесь вместе с нами пока пишите свои комментарии и и вот и 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 Субтитры сделал DimaTorzok